Привет. Добрый вечер. Как дела? Хорошо. Спасибо. У тебя? Тоже все хорошо. Спасибо. Какие новости? Как прошел твой месяц? Мы были в Токио в первый раз. Это был очень интересный, очень большой город. И мы не все видели для дня недели. Это недостаточно. Одна неделя это мало, да? Да. Невозможно увидеть все за одну неделю, да? Да. У вас были каникулы? Только у сына. У сына, ага. Да. Понятно. Что вы? У меня нет. Мы были на один остров. Это Artificial Highland. Это искусственный остров. Искусственный остров. И от острова можно увидеть высокие здания. Очень красиво. И море тоже. Это красивый вид. Этот остров, он где-то наверху? Он выше, чем другой город или нет? Нет. Он почти в Токио. Но он продолжает. Есть море. Немного моря. И потом есть остров. Ага. Понятно. Да. Погода хорошая? Хорошая, да. Да. Тепло? Угу. Тепло, да. А какие места тебе больше всего понравились? И понравились сыну, и понравились мужу? Что вы хотели посмотреть? Сына нравится модерни вещи, модерни рестораны, улицы. Для меня и мъжа больше интересны парки, например, и музеи. Где можно отдохнуть или узнать что-то новое. Да, такие места. Да. Да. Есть много людей. Они работают. Много движения. Много движения в городе, да? Да. А Токио сильно отличается от Киото? Да, да. Сильно отличается. Киото традиционный город. И нет. Почти нет иностранцев, например. Но в Токио есть много туристи и люди в Токио. Они родом не от Токио, но работают или учатся в Токио. Да. Киото есть семейные традиции, думаю. Более традиционный город, да? Да. Если мы говорим много иностранцев, мало иностранцев, то да, что в Токио много туристов. Токио много туристов, да? Да. И не много людей родом из Токио. Если это город, то используем ИС. Не много людей из Токио. Ты думаешь, ты смогла или хотела бы жить в Токио? Или ты предпочитаешь более спокойные места? Да, жить не, предпочитаю спокойные места. Но мне понравилось видеть, и я хотела бы ездить второй раз, если могу. Токио дороже, чем Киото? Да, но есть шинкансен, очень быстрый поезд. Поезд? Дороже, дороже, это от слова дорогой. Дорогой дороже. Токио дороже, чем Киото? Нет. Магазины, супермаркеты, сами марки, нет разницы. Ну, есть, например, Гинза, это район. Очень дорогой район. Есть магазины Gucci в Киото. Нет. Ага, то есть, если мы говорим просто поесть, пообедать, позавтракать или транспорт, это не дороже, он не дороже, да? Но есть дорогие районы. Да. И жильё, квартиры или дома дороже, чем в Киото? Да? Дороже, не знаю, но очень маленькие. Маленькие квартиры. Да, да. Как раз это как раз такой стереотип, потому что в Токио маленькие квартиры, да? Да, в Киото тоже маленькие, но в Токио я не видела, я слушала, но думаю, очень маленькие. А, и как вы добрались до Токио? Вы летели на самолёте или на поезде? На поезде. И сколько часов это занимает? Два часа. Да, очень быстро. Да, да, очень быстро. Есть люди, которые, я думаю, что есть, но много ли людей, которые работают в Токио, но живут не в Токио и ездят каждый день? Например, один час, тридцать минут? Думаю, нет, потому что это дорогое использовать поезде каждый день, но в Токио есть центр и много районов. Да, они думают город что-нибудь, город что-нибудь в Токио. Я думаю, есть люди, которые живут далеко от работы, но это Токио. Токио очень большой. Вы были во всех районах или нет? Нет, но много районов. Это невозможно, да, за неделю? Во всех районах. Какое население сейчас Токио, ты знаешь? Семнадцать миллионов. И сам город он компактный или он такой растянутый, то есть очень длинный? Потому что бывают города как круглые. Даже если это большой город, то он компактный. Большой. Есть места, в которых нет много людей. Мы это думали очень странно. В Токио нет людей на улице. Да, мало людей на улице? Да. Потому что, наверное, все работают, все работают и все в школе и в детском саду, да? Да, да, да. И если места не туристические, нет людей. Думаю, они ездят на машине, нет на улице. А есть районы, которые не безопасны в Токио? Есть районы, где, вам говорили, сюда лучше не ходить? Да, районы, в которых есть клубы, дискотеки. Мы сказали, что, может быть, не очень страшно, но много алкогол, например. А, просто потому что это активная ночная жизнь. Да. Поэтому, да. В целом, Токио безопасный город? Да, да. Да. Да, очень безопасный. Так же, как везде в Японии, да? Например, нет уличной преступности, да? Нет, нет, можно, если... 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 If you lose something. Ты... Потерял что-то. Да, ты можешь... Вернишься и... ты можешь вернуться и ты найдешь будет лежать сейчас немного мест на земле где ты можешь так сделать спокойно ходить и носить например дорогие вещи или что-то оставить и не беспокоиться правда правда хорошо да а кому больше понравился токио тебе твоему мужу или сыну потому что это такой современный город он больше любит современные места чем традиционными не любит киото может быть не знаю но киото тоже большой город есть магазине все что нужно а сколько население киото 1 миллион пятьсот тысяч или полтора до не слова полтора миллиона то есть это япония это не очень большой не очень может быть токио усаку нагое и потом киото четвертый мы скажем четвертый город есть какие-то города которые вы хотели бы посетить которые в вашем списке да да есть хирушима например это другая посока от токио и фуджи это горы самая большая горы я думаю я думаю я всегда думала она называется фуджи яма нет яма это гора по-японски понятно значит сейчас в вашем плане это хирушима и гора гора фуджи это как например камера да тоже это это японская компания и это название то же самое да фуджи так я думаю да 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 либо образ фуджи эго очем популярен из фуджи э игра на вод минералная вода лена нормия и картин не к great-in-y very widely used image on many things in our 900 advertising очень часто используется в искусстве так далее в японии аниме также популярна как везде сейчас аниме аниме а да 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 популярно как везде в мире да ну не знаю может быть люди в японии смотрят разные аниме не аниме которые популярны в европе или в америке у них разный вкус а вашей семье кто-то любит и смотрит аниме нет много они вместе смотрим иногда но не знает много аниме вы не фанаты это мечта для многих-многих людей поехать в японию какой-то музей или на какую-то выставку я думаю это очень популярными когда туристы приезжают да и люди тут туда хорошо да значит какие планы что будете делать сейчас у нас начинается ноябрь на следующей неделе что будете делать будете отмечать хэллоуин какие-то другие праздники или готовиться к новому году у сына есть еще одна неделя калликуле это очень долго и если он у меня нет много работы мы можем ездим в хирушима может быть да хорошо в японии вы отмечаете хэллоуин или это не самый популярный нет не популярный но есть декорейшн украшения да но в лице есть украшения украшения какие-то вечеринки в школе у сына будет какой-то праздник да хорошо да что мы делаем сейчас мы сегодня будем смотреть короткий фильм это называется короткометражный фильм он идет только 18 минут да но это фильм там есть целая история если мы успеем посмотреть все я думаю что мы успеем то хорошо если нет то тогда нужно будет досмотреть его до конца дома сейчас я отправлю ссылку что хорошо в этом фильме что там есть субтитры на русском языке правильные субтитры не автоматически на русском на английском на французском на немецком и если что-то непонятно то можно всегда посмотреть субтитры если можешь включить русские субтитры это 18 минут давай мы посмотрим например четыре минуты четыре минуты четыре минуты смотрим сколько посмотреть сегодня вот ссылка сейчас я прежде чем мы начнем смотреть нам нужно будет несколько слов чтобы лучше понимать этот фильм фильм называется вкус да и вкус это значит тейст да и это как по-английски мы мы можем использовать это для еды мы можем сказать мне нравится вкус не нравится вкус можно использовать для одежды да и слово делишес ты знаешь вкусный вкусный да очень легко вкусный какие еще слова нам будут нужны так нам нужны будут слова спор да спор это от слова спорить или наоборот это аргумент дальше здесь в этом фильме спор будет означать bet да то есть когда два человека спорят например мы можем сказать на деньги а мы можем спорить на деньги спорить на например 100 долларов и так далее так и нам нужен нам нужно будет еще как мы скажем to win and to lose вот есть играть да играть дальше если мы поставим вы это будет выигрывать 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 это и проигрывать и 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 еще у нас будет слово ставка ставка я думаю по-английски это то есть если я скажу я ставлю лучше ай путь да я ставлю например я ставлю я не знаю свой телефон кто-то ставит там какое-то украшение то есть ставка это вот на что мы играем или это могут быть деньги сейчас мы посмотрим тогда первые четыре минуты и у нас есть вопрос нам нужно описать семью во первых кто есть в этой семье кто есть кто 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 Есть два друга, которые очень часто спорят на что-то, да, это могут быть разные вещи, и они как раз будут говорить об этом, нам нужно сказать, на что они обычно спорят. Да. Можем начинать смотреть, если ты готова. Тайский есть, да? Краткометражные фильмы, это фильм, который делают студенты в университете. То есть это делают студенты. Ну? Говори. Прямо сейчас? Ну? Ну, я, когда тебя вот первый раз увидел, да, я, в общем, я подумал, что ты самый милый. А что во мне милого? Ну? Сейчас папа будет отдавать проигрыш. Они всегда с Николаем Андреевичем спорят на большие ставки, что тот угадает сорт вина. И папа всегда проигрывает. Иди, садись. Самое важное в жизни. Это после вкуса. То, чем ты все заканчиваешь. В вине и в женщине. Внимание. Я вручаю. Перестань. Ну ладно тебе. Сейчас ставишь меня просто в неудобное положение. Я выиграл у тебя недавно шесть ящиков вина. Это восемьдесят тысяч долларов. Все-таки. Правильно. Ты выиграл. Я проиграл. Все. Забирай. Ой, господи. Куда-то я очки свои заделал. Я просто думала, что вы на настоящее спорили. Астон Матт. Дверку правую открой. Ты с ума сошел? Забирай. Ты знаешь, я десять лет уже не вожу. Да-ка зачем тебе водитель-то? Тебе водитель будет возить такую машину? Он ну что, машину проспорил? Да. Эстон Мартин, шестьдесят первого года. Оля. Да это же сколько денег? Миллион пятьсот пятьдесят тысяч долларов. Ты вот сейчас меня просто как-то... Не могу. Правда не могу. Это был честный спор. Ты честно выиграл. Но я жажду реванша. Так. Это что за глупости? Ни в коем случае. Да это вино из маленького виноградника. Никто в мире не угадает. Никто в мире не угадает. Я не буду играть. Испугался? Я не испугался. Просто ты опять проиграешь. Да это ты проиграешь. Я готов поставить на кон все. Играть по-крупному. Говори чего не хочешь. Не отпустишь. Ага, давай становимся здесь. Пока. Так. Как это было? Понятно или не очень? Ты бы хотела, например, посмотреть еще раз? Если бы ты сама смотрела. Ага. 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 он сказал. Ага. 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 А что нужно сделать? Как, как можно выиграть этот спор или как проиграть? Они используют слово угадать. Угадать – это значит to guess. Так, сейчас пойду, где чат теперь. Вот, угадать. Угадать – это to guess. Например, если я говорю, о, guess what? Я скажу, угадай, что? Угадай, что случилось? Угадай, кого я видела сегодня? Да, угадать. И что должен угадать друг, который всегда выигрывает? Угадать. Вот сейчас, когда последние, они собираются опять спорить, да, хозяин дома говорит, это, как он сказал, это очень маленький виноградник, да, это очень редкое вино, да, то есть нужно угадать, сорт вина, да, какое вино. Он будет пробовать вино и угадать, какое это вино. То есть он должен угадать, угадать сорт вина. Да, поэтому фильмы называется «Вкус», потому что он будет пробовать вино и угадывать. Да. Откуда это вино и как называется. Так, что ещё? Теперь, почему мама, жена хозяина дома, она была такая немножко в шоке? Она была расстроена. Она не думала, что муж спорит на машине. Да, и что он будет спорить опять, он хочет спорить опять, да. Да. Да, и у нас была хорошая фраза, которую говорит друг, он не хочет спорить, как будто бы, да. Он говорит «ни в коем случае». Да, «ни в коем случае». Это значит «no way, not in any case». Да, если дословно, значит «not in any case». Он говорит «нет, нет, я не буду играть, ни в коем случае». Да, но хозяин дома, он говорит «нет, будешь». То есть сейчас они будут опять играть, сейчас они будут опять спорить, да. Так, давай посмотрим следующие четыре минуты, и нам нужно будет потом ответить на вопрос, на что они спорят в этот раз, какая ставка, потому что ставка будет очень большая. На что они спорят? Так, 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 все, хватит! Ты хочешь играть по-крупному? Да! На что ты готов играть? На все! Вообще на все. То есть вообще на все, что ты хочешь? И я могу быть спокоен, что ты правильно хранил вино? Да, я правильно хранил вино в кабинете в шкафу, как ты сказал! И я могу выбрать любую ставку. Можешь. И ты поставишь то, что я выберу. И я поставлю все, что ты скажешь. Скажи это при всех. Все! Я готов рисковать всем и поставить на кон. Все, давай! Как выясняется я, несмотря на весь свой опыт. Это положение. Трусливый человек. Давно вам хотел сказать. Ну, как-то все. Сил не хватало. Теперь подвернулся повод. Я хочу, чтобы вы восприняли эти слова не как наглость. Поверьте, в них есть чувство искренности. Это дурацкий повод. Но я хочу, чтобы вы восприняли его как предложение. Предложение чего? Я хочу биться за вашу руку. Это не смешно. Ну, если вы не захотите, этого пари не будет. Да я про деньги говорил. А я со своей стороны ставлю все, что у меня есть. Дом в Монако. Яхту. Дом на Рублевке. Вот это вот... Твою... Мою машину. Дом в Монако у тебя один где я был? Да. А на Рублевке то, что у Пугачева купил? Да. А яхта двухпалубная? Да. И ты все это ставишь против моей Ленки? Да. И если я... Значит, я все это получу? Да. Пиши. Это очки я ставил. Малой, на. Ты будешь писать. Да вы что? Вы реально на меня спорите? Пишите задай сами. Девки, это же куча бомла. Ваша машина миллион пятьсот пятьдесят. Яхта пять миллионов. Дача у Монако шестнадцать. Я знаю, как продать за двадцать. Двадцать четыре пятьсот пятьдесят. Да понимаете, что ты молчей. Монако шестнадцать три тысячи тонн. Рублевская дача двадцатник. Ну, холеный болтовся. Ну, ты понимаешь или нет? Это вино никто не угадает. Пятьдесят процентов моих. Пятьдесят? Да мои семьдесят. Че это? Я это вино нашел. И че? Ага, да, я здесь. Ну как, тебе нравится видео? Нравится видео? Да, да, интересно. Значит, на что они спорят в этот раз? Какая ставка у хозяина дома и его друга? У хозяина ставка – это девушка. И его дочь. Да, его дочь. И, по-друга, много вещей дом, машина, дача в Монако, то есть яхта. Да, яхта двухпаловная, да? Это важно. Да, да. И что он сказал? Он говорит, я ставлю все, что у меня есть. То есть все. Он ставит все, и отец ставит свою дочь. Да. Какая реакция, то есть они согласны или нет? Какая реакция у дочери и у его жены? У жены реакция позитивная, для её нет проблемы, думаю. Она согласна? Согласна, да. Без проблем, почему нет, да? Да, и дочь тоже сначала, я думала, ей не нравится это предложение, но потом она сказала, что она хочет 70 процентов. Да, это настоящая семья бизнесменов, да? То есть отец говорит 50 процентов, а она говорит, нет, 70, да? Да, то есть такая семья торговая, да? Да, что мы скажем? Ага, что значит фраза «играть по-крупному»? Сейчас я здесь напишу в чате. «Играть по-крупному»? Крупный – это значит большой. Он говорит, ты хочешь играть по-крупному? Не знаю, всё на один раз? Да, да, то есть играть по-крупному – это значит делать большую ставку, да? Играть, можно сказать, серьёзно, да? То есть «по» мы используем «по», когда это дальше у нас будет «эдверб», то есть «играть как» по-крупному – это значит играть серьёзно, да? У них очень серьёзный спор, или они также используют слово «пари», «пари», да, тоже французское слово, да? Спор – это прям такое русское слово, да, «пари» – французское. По-болгарски «пари» – это деньги. «Пари» – это деньги? Да. Это интересно, да? А «спор» – это тоже, вот как «бет», например, это тоже будет «спор» или нет? Нет, нет, «спор» – диспют, но нет, это залог. А, залог, залог, да? А по-русски «залог» – это когда, например, мы снимаем квартиру, да, и мы платим один месяц как залог, да, это депозит, да, как депозит, да? То есть вот это вот залог, по-русски, это как какая-то гарантия, да? Да. Это так интересно, что это всё как одна тема, как будто бы, да, но используются разные слова, да, и иногда это может быть запутанно, то есть если ты говоришь слово «пари», я думаю, окей, это спор, а ты имеешь в виду деньги, да? Да. Я могу сказать, например, у меня есть «пари», это будет значить, у меня есть деньги? Да, да. Да? Да, по-русски это совсем другое. Фраза будет такая же, но совсем другое, да? У меня есть «пари», это значит «я предлагаю». Я не думала, «пари» – это французская дума, я не знаю, если это из латинского или славянского корня, интересно. Но во французском языке, я не знаю, они используют слово «пари» как спор на деньги? Да, да, да. Ну, я думаю, что просто некоторые традиции, может быть, они пришли из Франции как-то, там или слово «дуэль», «дуэль» – это тоже не русская слово? Да, 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 есть тоже. Да, просто какие-то, может быть, вещи пришли из Европы. Так, и что ещё? Да, как можно назвать человека, который вот как отец этой девушки, отец Лены, он всегда любит спорить, он готов спорить, он очень быстро как загорается, как «бернс», да, как можно назвать такого человека? Какой у него характер? У вас есть в болгарском языке слово «азарт», азарт, нет? Азарт, да. Это то же самое, если я скажу «азартный человек», который любит играть? Нет, это не существует. Азартный игре есть не человек. А-а-а, игривый, игривый. Games, да? Gambling games. Gambling games, да. Азартные игры. Вот gambling games – азартные игры, да, мы тоже называем это азартные игры. Человек, который любит, ну, скажем, авантюры, риск, азартный человек. Интересно. Да, ну вот, например, этот папа, он 100% азартный человек, да, может остановиться, да, даже если… Я думаю, он понимает где-то там, что это ненормально спорить на дочь, но он очень азартный, не может остановиться, да? Да. Хорошо. У нас есть еще время, да, мы можем посмотреть, да? Можем посмотреть 4 минуты или, если хочешь, до конца, да, чтобы понять, чем закончился этот спор. Да. Слушай, малой, разбей. Значит так, бегом ко мне в кабинет. У меня на средней полке в шкафу стоит бутылка вина. Быстро бегом. Ой, ты поешь, а то остынет. Да. Весьма интересная винишко. Мягкое, с приятным, почти женственным привкусом. Ну что ж, теперь мы можем начать элиминацию. Вино из провинции Бурдо. Виноградное товарищество... Сент-Жульен в Медоке. Теперь я должен назвать виноградник. В Сент-Жульене их много, и вкус вина разных хозяйств отличается не сильно. Но все-таки отличается. Лоза, конечно, не первого года и даже не второго. Вину не хватает блеска и силы. Наверное, это третий год. Ну вот опять этот тонин и легкий вяжущий привкус на языке. Да-да-да, теперь я знаю. Это маленький виноградник поблизости Бешвеля. Не кури, пожалуйста. Во-первых, ты мне мешаешь. Во-вторых, моя жена курить не будет. Ты отгадай сначала. Итак, на чем я остановился? Есть телефон? Пожалуйста. Мы и так не договаривались. Да ладно, я только карту посмотрю. Все равно. Так. Вспомнил. Маленький виноградник близ Бешвеля. Маленький виноградник Может быть. Маленький виноградник Шато Бренер-Дюкрю Год 2010 Еще раз, пожалуйста. Шато Бренер-Дюкрю Пожалуйста, бутылку. Пап, он что, отгадал? Пойдем ко мне в кабинет на секундочку. Пожалуйста. Я тебя спрашиваю, он отгадал? Вито, очки оставил. Молодой человек, не прочтете? А я, кажется, знаю, где ваши очки. Подождите. Пап, я тебя не могу. Ваши, Маленький виноградник Маленький виноградник А я не могу. Знаете, где нашёл? В кабинете, где вы показали хранить вино. Держите. Да, вы на всякий случай спросите у прислуги, может он и раньше туда закажет. Ох ты, гад! Миша! Так, и всё. На этом история заканчивается. Так, самое интересное здесь это какая была реакция у Миши, у парня этой девушки, когда он видел всю эту историю. Да, как ты думаешь, что он думал об этом? Он думал это странная семья, и он думал это ненормально. И в конце, когда всё это разрешилось, что он решил сделать? Да. Он знал, что муж, окни мужа были в комнате с вино. И я не знаю, правда или нет, но он хотел сказать, что он, like, he was cheating. Да. Он всегда играл нечестно. Он, он увидел очки. Да. Он увидел очки, да. Он увидел очки вот этого друга семьи, да, где у нас есть слово шкаф, да, и, in prepositional, да, где шкафу. Есть слово кабинет, кабинет это как, study, study, да, в кабинете. И ещё была какая фраза, хранить вино, да, хранить вино. Как мы скажем, например, he was, he kept the wine in his study. Он хранил вино в кабинете. Ага. Да, в кабинете, в шкафу. В шкафу. В шкафу. Да. И поэтому он знал, где, где это вино. Да. Читал, да. Почему в конце, когда Миша принёс очки, он сказал отцу этой девушки, он сказал, вы спросите у прислуги. Прислуга, это, like, the helping staff, stop around the house, да, это прислуга. Вы спросите у прислуги, может быть, он и раньше захаживал, so he entered. Что он имеет в виду? Что он имеет в виду? Что он имеет в виду? Он чел вина, типа вина. Я не знаю, это возможно, что он знал, что муж будет спорить, играть вина. Это интересно, как он могла знать это. Да, то есть получается, что этот друг семьи, он часто выигрывает, он часто угадывает вино. И у Миши есть идея, может быть, он и раньше делал так, пользовался этим способом, да, он просто читал название вина. Да, и поэтому он выигрывал, там, Астон Мартин или кто-то ещё. Да, тебе понравился фильм? Да, да, это было очень suspense. Да, 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 подозрительно, да, подозрительный фильм. Да, и у него конец такой неожиданный, да, неожиданный, ты не знаешь, в конце, да. Как ты думаешь, в конце Лена, да, эта девушка Лена, почему она позвала Мишу? Думаешь, она что-то поняла? Да, она не думала, что отец будет проиграть и сейчас она, she just realized what the whole thing was about. Так, она сейчас, then realized. Мы можем использовать поняла, like understand. Поняла. Мы можем сказать осознала. So this is like deeper, осознать, потому что сознание — это consciousness. Да, она осознала. Осознала вообще, что случилось, да? Да, да. Я думаю, может быть, она, like regretted, да, пожалела, что, ну, вообще она согласилась на это, да, что странный спор. Да. Ага. Хорошо. Что нужно будет сделать? Какая будет домашняя работа? Я отправлю фразы, которые были использованы в этом видео, фразы, полезные слова, и нужно будет пересказать эту историю, используя эти фразы. То есть фразы спорить, спорить на что-то, проигрывать, фиксировать. Да, то есть простое задание, но потренироваться, прочитать этот текст и следующий раз рассказать его. Немного уважения. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Ладно, я рада была тебя видеть. Я тоже. Надеюсь, увидимся скоро, да? Да. Ладно, и хорошей недели, хорошей удачи в работе, в учёбе. Да, спасибо. Тебе тоже. Спасибо, спасибо. Ладно, увидимся. Пока. Увидимся. Пока.